В будке осмотра стоит, ну, соответственно, за небольшим ограждением стоит лучник, направивший лук на вас и спрашивает, по какому поводу вы входите в административный центр? Надо решить одну формальную, в общем-то, вопрос. Что я раньше не видел. Хорошо, фамилия, имя, род деятельности. Алиф, я инженер, техник, мастер, великий создатель. Какую рабочую функцию выполняете на конкретно этом административном пункте? Кроме того, не сказали свою фамилию. У тебя нет фамилии. Что? У меня нет фамилии, мастер. Ты чё? Чё ты напрягаешь? Чё ты нагнетаешь? А я-то тут при чём? Тут не мастер, тут персонаж. Скажите свою фамилию быстро, а то пропуска точнее не будет. Блядь, я должен сейчас на ходу выдумывать фамилию персонажа. Давай, вперёд. Итак, считай на трёх. Если не досчитаюсь, будет устрелять. Три, два, один. Я жду. Алиф, Чибисов, я не знаю. Чибисов? Чибисов. Говорит он. Вы откуда, позволите узнать? Из Центрары. Кто такой Центрара? Великая Центрара. Так, вы думаете мне не заговаривайте. А ну быстро говорите по честному, а то я вас... Правда, подстреляю, вы отсюда упадёте. Я не шучу. Официальное... 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 Разрешение у меня есть, что я могу стрелять... Короче, беру как Мака за плечи, поставлю его перед собой. Ставлю Мака перед собой, говорю, Мак, ты справишься. Всё. Он начинает целиться тебе в голову. К Маку. Я приседаю, я приседаю до того, как он выстреливает. Он начинает стрелять себя с Дугейном в голову. Дугейн, присядь тоже. Пусть Маку ловит стрел. Ну присяду. Таким образом, старый, так понимаю, змейкой, да? С змейкой, с гуськом, с друг другом, да? Малыш, какое у тебя имя, имя, фамилия и род деятельности? Что ты вообще тут забыл? С этими страшными взрослыми дядями. Малыш, у тебя в штанах быдло. Блядь, только вы ребёнка этой хуйне всякой научились, что пиздец стреляют. Он поднимает лук наверх, наверх, и выпускает стрелу в небо. Видимо, он хочет, чтобы стрела приземлились на вас, но при этом не затронуло типа ребёнка. И поднимаю ребёнка за тарюю. Давайте, сейчас я... Подождите, должен прокинуть за него. Что делать? Ой, блин, хороший результат. Требенцы должен прокинуть на силу, чтобы вовремя поднять ребёнка и подставить... Слышите, так я сам могу подскочить, я тоже, я же не против. Прокинь на ловкость тогда. Кидаю. Большая выпала, если что. 18 плюс 4, 22 на ловкость. Прокинь на ловкость, я так понимаю, у тебя есть способность отражать стрелы, да? Ну, да. Симплоть стрелы. Это зависит от его урона. Чего? Это зависит от дамага его. То есть, типа, на сколько он... А, блин, дамаг не прокинулся, сейчас дамаг прокинулся. У него, если что, длинный мастерский лук, так что... Девяточка. Ладно, сейчас. Мелкого. И убил. Легко. Более того, я даже её поймал. Ты поймал стрелу, да? Да. Хорошо, ты поймал стрелу, подпрыгнув и скотив. У ученика очень странное выражение лица. Он смотрит на тебя, на стрелу, на двоих спутников и снова по кругу. Мальчик. Я кидаю ему. Как? То есть, как ты кидаешь, типа? Так, типа, к ногам или прям так, чтобы, типа, ну, как дротик? Или как? Не-не-не, так. Так, чтобы отдать. Ему. Вот ты кидаешь, ты берёшь и говоришь. Господа, я всё понимаю, мастерство сына там или племянника, или там, не знаю, заложника вашего. Вы натренировали хорошо. Хорошо, но мне правда, я не могу вас спустить, если вы не скажете, значит, имя, фамилию, родные. Меня зовут Алиф, без фамилии. Алиф, без фамилии. Ты слепой или тупой? Ты не видишь мои гигантские ноги? Я халфлинг, где-то, блядь, ребенок. Где бью силы детей? Чё, кто ты? Халфлинг, полудослиг, по-вашему. Как ты халфлинг, где? Полудослиг, по-вашему, блин. Не до человеческого языка. Подожди, то есть ты... А, я понял, прости, я сразу не понял, уважаемый, простите, я сразу не понял. Вы карлик, вы родились карликовостью, я понимаю. Это сложная болезнь у людей, и такое бывает, ничего страшного. Да, бывает, кто-то карлик, кто-то тупой, блядь, наслаждение, быдло. Я понимаю. Тем не менее, вы должны назвать свое имя, фамилию, род деятельности. Кроме того, я вас раньше тут не видел. Вы явно новички тут, я так понимаю, да? Меня зовут Мак Сивала, я из болот. Я забыл, как называется, стана. На континенте много болот. Из каких болот вы конкретно? А я не помню, где вот эти ящерицы жили? На юго-западном архипелаге. Юго-восточном архипелаге. Ну вот, я с юго-восточного архипелага. Далеко. Все. Далеко у вас занесло. А почему вы не сидите на императорской пенсии? Он же ее недавно одобрил для юродивых, родившихся с такими сложными заболеваниями. Зачем вам это куда-то везти? Зачем вот такие странные одежды надевать? Неужели у них в городе нет ни одного полудослика? Это же импедец. Он должен знать, кто населяет империю. Ну, он тупой. И почти все персонажи Владимира. У них у всех трейд индивидуальный. Конкретно у этого высокая ловкость, высокое телосложение. Но у него он очень немудрый и очень тупой. Конкретно у этого. Ну ладно, я говорю, ладно, пенсии не хватает, живем бедно. Пытаемся хоть как-то выжить, заработать. Надо было написать письмо императору, он бы, наверное, повысил бы вам. Скажи, что мы идем писать. Я писал императору и зам императора. Он говорит, нет, ничего, помогает. Вот даже ваши коллеги это уже последние отобрали на входе. Все эти пошлины, сборы бесконечные. О, Господи, как это грустно на самом деле. Знаете, добрый человек, а вот кто-то вам сделал подарок за вашу доброту при такой страшной ситуации? Говорит это, он достает из опазки, что-то протирает и кидает тебе серебряную монету. Потратьте это на хлебушек, на молочко, на что-нибудь, что поможет вам выжить. Спасибо большое, добрый человек, беру монетку. Ладно, хорошо. Мак, Сива Лапс, Юго-Восточного Архипелага. Позвольте, ваш род деятельности, почему вы тут присутствуете? Ну, как вы могли догадаться, я выживаю, зарабатываю наемником. То есть, в силу... Мы не понимали, зачем, какое я понимаю. Я спросил, в принципе, род деятельности. Знаем, сейчас найду тебе. Мои коллеги, это два уважаемых ученых-исследователя. Мы предпринимали тех ученых, которые бы сюда пришли. Все это кажется очень подозрительным. Ну, видимо, мы не настолько большого полета птицы, чтобы у нас такого важного человека, как мы увидели. Вам не объяснили на аванпостах. Вас сюда просто так же не пускают. Сюда людей просто так не пускают. Пускают только по официальному направлению. Если вы ученые, которые привели сюда, вам должны были выписать официальное направление, заверить заранее тут. Написали официальное направление? Мы собираемся? Мы идем за оформлением документов оставшихся. Мы получаем официальную администрацию города при должности. Так, как вы сюда вообще попали? Просто пришли сюда. Хорошо. Прокинь на харизму, на обман. Хэй, блядь, харизма, обман, вы пришли сюда, блядь. Литерально. Но сложность будет большая, потому что, типа, это очень тупая. Лошадь. Мы просто... В смысле, тупая лошадь, это правда. Мы просто сюда пришли в итоге. Нас сюда стражники послали. Стражники, все, мы прошли. Стражей мы здесь. Нам нужно... Почему они вас спустили, если у вас нет официального направления? Говорит, он снова натягивает тетиву. Блядь, какая хуйня. Включите нового ДНД-мастера, пожалуйста. Да? Да, ты даешь нормальные требования. Пиздец. Мне в жизни этих требований так хватает. Мы пришли в сказочный мир, чтобы не страдать. Да. Нет, в сказочном мире все страдают в два раза больше. Это всем известный факт. Мы здесь для того, чтобы получить документ, который позволит пройти нашему, в общем-то, товарищу еще одному. Он кованый, его приняли за оружие какое-то. Но нифига не оружие, мы хотим получить документ. Развор кованый? Да. А кто такие кованные? В смысле, его обковали, типа, жестью по бокам или чего? Ну, типа. Ну, типа, да. Тоже инвалиды, так понимаю, да? Да, мы все инвалиды, вообще-то. Да? А у вас какая инвалидность? Гигантизм, очевидно. Да, я высвышу всех. А ты сейчас, у тебя нормальная человеческая маскировка, которая при этом еще и, типа, нормального роста. Ладно, есть такое. Ну, я могу менять все, что угодно. Я, в принципе... Можешь, что это не инвалидность? Стоп, стоп, стоп. У меня есть фишка. Я отстегиваю у себя правую руку полностью. У меня металлическая рука, если что. О, господи, как пиздный человек. Просите, пожалуйста, а у вас, добрый старец, что такое? Что-что-что случилось в жизни? Реально, группа инвалидов, ебать. У меня ничего, к сожалению, к счастью. Ой, вас тогда я не пропущу. У вас инвалидности нет. Блин, нормально. Вообще, я вас всех, наверное, не должен пропускать. Инвалидность вообще не причина, чтобы вас пропускать. Я отстегиваю руку и скажу, ну как же так? Ну как же так? На самом деле, у него серьезное заболевание импотенция. Он, у него еще Альцгеймер, соответственно, к сожалению, он все забывает, что он болеет, и мы, к сожалению, пытаемся ему это внушить, но он сопротивляется. Что? Давайте так. Он отстегивает у себя сбоку кошель и, в принципе, вам кидает. Сколько там? Открыв его, увидишь, там находится 6 серебряных монет и 8 медных. Ну, давайте по 3, по 3 делим серебряных. Каждому, ну и медные, я не знаю, кому нужнее медные, берите себе. Спасибо большое, добрый человек, как говорится, да. Не за что, не за что, всегда пожалуйста. Пропустите нас, нам нужно срочно туда попасть, ну что. Что инвалидов гонять по всему этому городу, мы сейчас выясним, бумажки получим нужные, и все получим в итоге. Мы здесь, чтобы все бумажки получить, и все честно сделать. Нет, вам нельзя, не положено, надо получить направление в городе. Вот вы идите обратно, тут же сколько до ближайшей имперской администрации, ну вы сами, наверное, знаете, там получали, должны были получить бумаги. Дня 5, дней 5 пути, и получите там официальное направление, если вы действительно ученые, а если его нет, ну, простите, на нету суда нет. Так мы же инвалиды, смотрите, у меня вот металлическая рука отсоединила, она тяжелая, тяжело носить. Смотрите, этот маленький карлик, у него ножки еле передвигаются вообще, а этот без памяти, он вообще, он заблудится, вообще тяжело ему. Прокинь на харизму. Давай, прокидываю на харизму. У него 0 интеллекта, напоминаю, 0, короче. Меньше. 16, блядь, на харизму. Мы сейчас посмотрим, сколько он прокинь, ему еще может помести. Да хуй, 20 ему нужно кинуть. Ему не повезло. Ура. Согласен, Максим, я не знаю, что там говоришь, но я солидарен, солидаризируюсь. Ну, слушайте, ну, может как-нибудь, ну, это же плохо пропускать, если нет, ну. Ну, инвалидов обижать плохо. Как мне поступить, скажите, я не знаю. Так инвалидов хуже в любом случае обижать, да? В инвалидов нам хуже, но я думал, господину императору еще слажен, он же каждый день для нас всех трудится, и для инвалидов, и для нас, и для всех. Мы любим императора. Слава императору. Не любят императора, как можно не любить императора. Тут другой вопрос, что оскорбляя закон императора, я оскорбляю самого императора. А вот что лучше, оскорбить самого императора или инвалидов? Ну, император же ради нас, людей, собственно, старается, правильно? Значит, оскорбляя нас, людей, в том числе инвалидов, ты оскорбляешь императора. Правильно? Подождите, но если я оскорбляю императора, который забыть на всех, я оскорбляю тоже и инвалидов. То есть и так, и так я оскорбляю и тех, и тех. Да, в этом вся проблема, это ужасно. Не знаю, в каком страшном мире я живу, господи. Мне нужно пару часов, чтобы об этом подумать, идите, пожалуйста. Можно в центр, пожалуйста, на пару часов? Нет, я не хочу оскорблять императора и инвалидов. Но вы уже нас оскорбляете, если мы уйдем на пару часов. Вот видите, я и так уже оскорбил, не пуская вас и инвалидов, и императора. А если я вас пропущу, еще и буду оскорбить снова. Смотрите, я знаю, как решить этот парадокс. Все очень просто. Вот с документами, когда ты не подпишешь документы, ты оскорбляешь только императора. А когда не пропускаешь инвалидов в здание, ты одновременно и оскорбляешь инвалидов, и оскорбляешь императора. То есть в два раза больше. И оскорбляешь инвалидов, ты еще больше оскорбляешь императора, заметьте. Подождите, если я пропущу вас без документов, то я оскорблю императора. А император, это есть вся империя И все люди в ней Не только инвалидов, но и женщин, мужчин И те, кто посередине Поэтому Нет, простите, я не могу Простите, вы хорошие люди Вы столько всего сделали, но я не могу Ради законов империи я не могу вас пустить Ну спасибо, милый человек, до свидания Всего хорошего Простите, пожалуйста, господа инвалиды Я что-нибудь придумаю, чтобы можно было И вас пустить, и не обидеть императора У меня вопрос, я знаю, как выглядит император Нет Владимир Ну типа в старину люди не знали Как выглядит их Сизерен, это нормальное дело Ладно, конечно, у нас начало Простите, все-таки А его нету на монетках Я превращаюсь в рыцаря, соответственно Который стоял один на втором Входе того крутого какого-нибудь Принимаю его облик, я могу любой облик применить Это единственное, что я могу, потому что это отобрало у меня все заклинания Потому что они вану сего в омеги теперь Секунду, я дверку закрою, момент Закрой Смотри, какого конкретно облик ты принимаешь? Я тебе покажу Помнишь их примерно? Ну да, я помню Помнишь, как они примерно выглядят? Бери левого, короче Левого которого, который на первом или на втором? На втором, они крутые Блин, сейчас мне еще истать Короче, я показывать не буду, как и вас сейчас не показываю Поэтому, короче, ты принял его облик Да А как вообще это выглядит? Там один вход А где ты его принял? Понимаете, просто между вами прямой мост Он на тебя смотрит Ты же не можешь обращаться на него на глазах Пошли за мост, соответственно Спрятались там, приняли облик Вернулись Все? Защита на? Ну ладно Шоколад А нет, а как это вообще? А нельзя как-нибудь там, допустим Попытаться Под мостом там, я не знаю Ну конечно, ты можешь Попробуй Я не запрещаю, попробуй Не, я не хочу Я там перед вами двухметровый чистокол О, подумайте Как его перепрыгнуть? Так всего два метра, господи Ну давай Ну только после Там чистокол Прямо на него ты встать не можешь Ты тогда напоришься Тебе придется перепрыгнуть И прыгнуть сразу вниз Там тебе нужно будет зацепиться Зацепившись, тебе нужно будет очень долго ползти И потом снова перепрыгнуть И еще не факт, что у тебя не заметит лучник Эх, ладно Сложно Не, попробуй Мне нравится эта идея Можешь попробовать Не так, конечно Спасибо, что я уже падал Один раз Ну не я Ну ладно Не, просто тут если ты упадешь Ты прям сразу расшибешься Тут слишком высоко Ну я Я тоже так думаю Что даже мое Типа медленное падение Не особо Спасибо Короче, я превратился Идем В том виде, в каком можем Ну как, мастер Нормально? Идешь один или с компанией С компанией Говорю, а не со мной Все в порядке, а не со мной Говорю Варун У тебя пост Какого черта здесь с него сошел? Я оставил своего компаниона Все нормально У этих людей нет разрешения на вход Теперь есть Все Пойдем Нету Пусть они его мне покажут Ты тут, между прочим, непроверяющий Говорит он Ай, резко смотря на тебя Пусть Канни предоставит сначала Я уже все проверил Зачем, короче Все Мы заходим Завей Все нормально Нет Вы не заходите Там перед вами, если что, ворота Которые прям плотные Двойного слоя Которые закрыты явно на ключ Которые есть у него Страшники с другой стороны Ну хватит нудеть Все Я все проверил Мы заходим Они заходят Нет Почему нет-то Они не заходят Мне все равно, во что ты там говоришь Оскорбляя стражника, ты оскорбляешь императора Да ты же стражник, да ты дерьмо Вот я стражник, а ты меня оскорбляя Тем, что я якобы оскорбляю императора Оскорбляешь меня, все, иди к черту Ты послал к черту того, кто охраняет Я промотал в покер у меня, в карты у меня Пол зарплаты И вот сейчас дуешься Пошел к черту Суши Суши Блин Ну ты совсем, конечно Я вообще думал о тебе совершенно по-другому Я думал Да как хочешь, как и думай Вон отсюда Отойди от слуги императора, говно Да я сам слуга императора Сам отойди от слуги императора, говно Я и так и тебе отошел Иди дальше Не могу У меня тут забор И пост И пост Что ты мне указываешь, пошел отсюда А ты не хочешь сойти с поста ненадолго? Нееет Ай, какой же ты Вот ум вот такой вот, нет? Вот покой Так, медигровой мед Вот такой он читать он имеет Нихуя себе Он не дупой, как всякие крестьяне Но читать он умеет Хорошо Ладно Просто тебе Дупой, ну и как всякий кмет Типа спастбищ Там карлики кривозубые Все дела Ну вот смотри Я, например Если ты не знал вообще-то Являюсь Представителем В общем-то Представителем Людей защищающих инвалидов Вообще-то И я здесь В общем за них решил постоять Ты не пропустил их Какой ты защищающий инвалидов? Ты пьяница Только вчера Когда мы в карты играли Ты сколько раз спек уже Про императора? Десять раз Про инвалидов? Семь раз Про женщин? Пятнадцать А про то, как ты ебал Значит, все местные правила Стук двадцать Так что не надо тут заливать Да ты не прав совсем Я шутил Ты шутки не понимаешь Просто глупый Сколько можно? Все, давай Хватит упорства Мы должны помогать инвалидам Император писал про то, что надо Тщательно следить за своими Коллегами И вот я слежу Так что пошел он Здесь, чтобы помогать людям Ты прав? Мы должны заплатить всеми деньгами Которые им кинул Мы здесь, чтобы помогать людям Давай поможем этим инвалидам Че тебе? Жалко Пойди, чтобы служить императору Я служу Верно? Ты не служишь Ты мешаешь императору Нет Да Нет Да Нет Да Нет Ты враг императора Ты шпион Мне даже кажется Знаешь что? Я короче в конце дня на тебя пожалуюсь Во Где зарплату режут? Похуй Попробуй Я на тебя пожалуюсь Я скажу, что ты не пропускаешь инвалидов И вообще плохо отзываешься об императоре Я плохо Да это ты плохо отзываешься об императоре Меня в том, что я плохо отзываюсь об императоре Посмотрим, кому поверят на самом деле Посмотрим Посмотрим Прокидывай на харизму Прокидывай на харизму Давай Прокидывай на харизму Бах Восемнадцать! Бинго Я за него прокидываю Да у него только двадцатка, если выпадет, он сможет потянуть У него же там минус должен быть У него девятнадцать минус один Восемнадцать Ничья Еще раз кидаем? Да Окей Второй батл, давай Бах Восемь Тебя переиграл Все Иди к черту, не мешай работать Я тебя вообще игнорировать теперь буду Во Ладно, пошли Таааак Че еще бы сделать Ну мы зашли за мост Ну че Я превращаюсь в высокого статного старого мужчину С белыми длинными волосами и бородой В короне большой красивой В красивой одежде Может в женщину? И с надписью Император Накрути вот так Мы пытаемся пройти в таком виде Как тебе такое, Илон Маск? Ну как, мастер? Вы прямо ему так на глаза показываете Тоже в компании, да? Да Ах вы, ах вы, ах вы, ах вы Кто этот клоун с вами? Я император Ты никакой не император Император Молот Статин С длинными, шерковистыми, черными волосами И с не менее черной густой бородой Смотрящей своим очими, очими Зелеными глазами На весь, на весь наш прекрасный континент И ты, жалко по родине Него никогда бы не оделся так вычурно Наш император уважает Простой, поэтому ходят в настоящей одежде А ты, мало того То, что он проклятый паразит И Вот, эээ И ужат Так к тому же еще и Ааа Так к тому же еще и ничего не знаешь У нашего императора И признавайся Ты это, короче, загримировался Ты загримировался Это ты, тот странный Инвалид без руки Который пришел, угодил И загримировался, да? И вот это сейчас ты Ах ты, ах ты Он снова натягивает И выпустит Вся стрелу Итак Ты стучишься И слышишь голос Кто там? Это я, Али А ты один? Я с Омегой А можешь попросить его отойти? Буквально на часик? Это мой товарищ Он мой друг Понимаешь? Не во всех делах Можно обходиться с товарищами Так мы же чинить что-то пришли Вроде бы Да, разумеется Но понимаешь Это очень деликатная вещь Я не хотел бы Чтобы робот в этом участвовал Хорошо Омега Иди прогуляйся с остальными Ты реально не понимаешь Что она хочет выебать тебя? Да Не понимаю Ну, теперь ты понял Удачи Нет, я не понял Что? В домике открывается дверь Ты видишь Собственно говоря Уже Знакомого суккуба Как на этот раз Она одета не А в этот Плотный плащ Такой Такой Таксистелитарский А в такую Легенькую Как будто сделанную Из ткани для занавески Халатик И она И она Соответственно Приглашает Жестом тебя войти Прошу Вон там вот За кроватью Кое-что очень важное Ну, смотрю Что там за кроватью Там ничего Блин Тут ничего Что делать Ты чувствуешь руку На своем заду И дальше Ты сам знаешь Прокидывание телосложения Мудрость И ловкость В смысле? Что телосложение? Перебросить ее Через плечо, например? Нет Телосложение Мудрость И ловкость Пожалуйста Вперед Телосложение Три плюс Получается Сколько? Три плюс А мудрость зачем? У Алифа Пять? А мудрость зачем? Ну, нужно же знать Какие-то приемы Какие приемы? Почему я вообще Сексом Я не буду заниматься Я отказываюсь Вообще-то С чего? Блядь Ты не понял намека Всех, которые были Нет? Я Сейчас Я силу На силу кидаю Давай На силу Чтобы руку Убрать А если Алиф В ходе Процесса Получается Блядь Четыре силы Не разливает Допустим На части Четыре Дай-ка я на нее Прокину В смысле? У нее? Что, нет? Ой-ой У нее Девятнадцать Плюс один И что? Резко отгибает Твою руку Она использует Некоторую силу Для этого Но она Но она Собственно говоря Приводит ее резко К тебе на щеку И начинает щупать И говорить А, ты Из таких Это еще интереснее А, давай Я тебя на кровать Соответственно Все Прости Ты не прошел Стоп Нет Я превращаюсь Слона И хватаю Хоботом За шею Пятый Прокину За нее За интеллект Это тоже важно У нее Там плюс Нормальный Интеллект Так что Соответственно Да Пятнадцать Плюс два А я На Что это делаю? Вау Так это все-таки Была маскировка Знаешь В моем народе Это частая вещь Ее часто используют Начинают водить пальцем Во твоей груди Чтобы Соответственно Спрятаться от Гонений Расизма И всего такого Но у тебя Ситуация Более Специфична Это будет еще Интереснее Говорит она И все Начинается Я против Я не хочу Отстань Я хотел бы Что-то починить Надо Серьезно Вообще-то Я чиню Давай 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 Пожарить Когда ты Так Изображаешь Прокидывай Все Ты этого Не сбежишь Нет Я Это Избегу Короче Хватит Я Ничего Не хочу Я Радикально Против Я Протестую Омега Помоги Спаси Меня Секундочку Секунду Секунду Где Омега Секунду Дай Дай Он здесь В списке Кстати Есть Можешь Его Спамить Я его Сам Он там Сохранен Ты Не Подожди Нет Нет Все Вот так Ты Видишь Силуэт Омеги За окном Куколдинг Бля Непонятно Как ты Этому Смог Понять Но Сейчас Секунду У меня Куколд Омега Теперь Куколд Блядь Ну че За хуй Это Недоминирующий Куколд Сейчас Выскочит Тебе Омега Стоит В окне В окне Блядь Стоит И Действовал Сейчас будет шутка Если вы смотрели Последний На лице На что-то Типа Владимир Простите Владимир Прости Он поворачивается И уходит В арку Владимир Прости Шутка Сейчас Будет И Омега Как Альфа Куколд Просто Выломает дверь В конце И кончит На меня Знаете Альфа Куколд Ну вы видели Новое видео От этого Которого Воригинал Смотрел Я начинал смотреть Там было смешно Но я не успел Я готовился К игре Ну вот Типа того Ладно Начинает сползать Медленно Освобождать Твоего Хобота Своей Крепкой Хваткой Отстань Снимает С тебя штаны И соответственно Все Хватит Отпираться Телосложения Мудрость И Ловкость Давай скорее Закончим с этим 17 Это не в радость Но это отыграш 17 Плюс 5 На телосложение На что второе Телосложение Интеллект 1 Классико А теперь на ловкость 5 Хорошо. Так вот. Так вот. Она чувствовала себя очень приятное тело, но абсолютно никакого опыта. На самом деле, это её даже возбудило. Скорее, она видела себя такого глупого, глупенького, наивного гуманоида, который действительно пришёл к ней, чтобы там действительно починить. Она типа покажет ему прелести вот такой вот жизни. Соответственно, процесс был окончен. Момент. Она встала. Она встала. Она встала и сказала «Переночуешь у меня?» Нет. Или пойдёшь к себе? К себе. Ну, хорошо. Хорошо. Напоследок она провожает тебя, соответственно, пошелым взглядом с прикусной губой. А ты, так понимаю, уходишь, да? Да. Напоминаю, пока что Алиф — это единственный персонаж, который как бы который два раза два раза выкупился в этой игре, а остальные ни разу. Делайте выводы. Неужели ты не хочешь уйти с человеком, как кто написал тебе такое? Я не знаю, как даже вступить. Я не знаю, что здесь написать. Как ребёнок я смог полюбить в твоей радужке глаз небеса. Как ребёнок я смог полюбить рассуждений серьёзный твой строй. Тонул я в глазах голубых. Задушился твою весной. Как думаешь? Блин. Пиздец. Что за крин?